Привет, дорогие друзья! Ну что, неделя Театра Нации, которую я объявил в День Театра, заканчивается, и она прошла с большим успехом. На ваши вопросы ответили наши артисты Эмги Борги Депкунайте, Юлия Пересель, Лиза Боярская, Стати Спивакова, Евгения Ткачук и многие другие наши артисты. Но, поскольку потрясающий успех, вам это оказалось очень интересным, и мы очень этому рады, мы продолжаем бессрочную, бессрочную неделю Театра Нации, сколько она будет длиться, непонятно, где вы можете задать вопросы другим нашим артистам, и не только, а также режиссерам, драматургам, художникам. Позднее будет написано, где можно будет опубликовать свои вопросы, и те, кому вы можете эти вопросы задать. А я приступаю, теперь моя очередь, отвечать на ваши вопросы, что я буду делать с большим удовольствием. Итак, первый вопрос. Евгений Витальевич, почему ваш Театр называется Театром Нации? В спектакле «Муму» над этим шутят. Но, действительно, творческие силы, из каких стран вы уже привлекли? Рассказываю, что Театр Нации остался нам в наследство. В 1987 году был организован Театр Дружбы Народов, который помещался также вот в этом здании. А в 1992 году был образован Театр Нации. Образован был Союзом Театральных Деятелей. Когда мне предложили возглавить Театр Нации, у меня были мысли, вам честно скажу, разных вариантов, в том числе вернуться к первоначальному варианту Театра Корша. Это был первый частный театр в России. Но, поскольку идеи и задачи у нас были другие, да и, честно вам скажу, необходима была реконструкция и стройка. И ходить с Театром Корша и с Театром Нации – это две разные вещи. Мой хитроумный план состоял из того, чтобы все-таки Театр Нации объединяет и, наоборот, расширяет культурное пространство, связи и с нашим многонациональным государством, театральными традициями и международными. Мне казалось, что будет легче. Я ошибался. Это было очень непросто и с названием Театр Нации. Но, тем не менее, мы его оставили, а теперь как-то это так сроднились, и Театр Нации – наше все. Да. Кого из мировых звезд, режиссеров или актеров вам хотелось бы зазвать в театр? Но все никак не получается. Понимаете, это не самоцель – звать именитых, знаменитых режиссеров. Вот. Цель наша была в самом начале и остается. Все-таки Театр Нации – это открытая площадка, открытая для любых возможностей. И для экспериментов, для лабораторий, и для встреч с любым режиссером, который интересен сегодня русской публике, русским артистам. Поэтому, еще, кстати, учитывая то, что я работал со многими мировыми режиссерами до того, как я пришел в Театр Нации и возглавил его, конечно, этот опыт потрясающий. Он просто невероятный. И он очень разный. И мне, как артисту, очень хотелось, чтобы не только я воспользовался вот таким счастливым билетом, но и многие мои коллеги познакомились с ведущими режиссерами, в том числе Мирового театра. Поэтому я так географию особенно как-то не изучал тех режиссеров, которые у нас работают. Но, тем не менее, Робер Лепаш, Канада, Роберт Уилсон, Америка, Явор Гордев, Болгария, Томас Остермайер, Германия, кто у нас там еще был, Некрошес, Литва, Да, Стефан Броншвейк, это Франция, Алвис Херманис, Латвия. Да, действительно, география очень обширная. Тем не менее, я повторю, это была не самоцель. Из тех режиссеров, скажем так, международных, с которыми мне хотелось бы познакомить, русского зрителя, который уже знаком, потому что спектакли Кэти Митчелл, предположим, приезжали на разные фестивали. Тем не менее, мне кажется, это одна из сегодня самых, один из самых интересных режиссеров. Есть одна проблема. Она не летает самолетами. И трудно очень идет на контакт. Но я надеюсь, что и эту задачу мы решим. Если говорить про артистов, я дружу с Хелен Миррен. И, конечно же, я бы мечтал о том, чтобы, ну, если уж не мы даже вместе, а чтобы она все-таки, поскольку у нее русские корни, про это все знают, она Хелен Елена Миронова. Кстати, она рассказала удивительную историю. Когда мы с ней встречались в Лондоне, она специально приехала на спектакль Бориса Гудунов, в котором я играл, спектакль Беклана Донована. И рассказала, что она захотела вернуться в Россию и найти свои корни. И нашла их под Калугой. Под Калугой. Там было ее имение. У нее был дед или прадед, уже я не помню сейчас, царский генерал. Там было его имение. Как оказалось, мои корни, Мироновские, по папиной линии, тоже оттуда, из-под Калуги. Так, там была деревня какая-то, Мироновка. Вот все оттуда. Так что я не знаю, кто мы по крови с ней. Но по крови и по духу театра мы с ней очень-очень близки. И я вспоминаю ее приход на спектакль в Лондоне. Мы играли рассказы Шукшина. Потом гримерной она не выдержала, заплакала и сказала, что ей очень-очень это близко. Хотя она не жила в России, родилась уже не в России, тем не менее. Вот что такое ген русский, который никуда не девается. Слышала по телевизору, что в театре будет новая постановка спектакля «Мастер и Маргарита». Началась ли репетиция и скоро ли будет премьера? Да, действительно. Действительно, репетиции уже начались. Ставит этот спектакль Робер Лепаш, знаменитый канадский, не только канадский, всемирно известный режиссер, который уже работал в Театре Нации. Он поставил со мной моноспектакль «Гамлет Калаш». Я очень рад, очень рад, что в этом материале есть работа для нас, по-моему, 13 актеров. Все играют по нескольку ролей. Материал потрясающий. И первый этап репетиции был в Москве. В прошлом году, в июне. Нет, в РУ, в июле. Мы сели и почитали текст, и он ознакомился, так сказать, с Материалом. Мы его повели, Робера Лепажа, я имею в виду, повели в музей Булгакова. Он ходил по улочкам на Патриарших и так далее, и так далее. В Питер. Потом возобновились репетиции в декабре, и мы всей командой нашей, все актеры, полетели в Квебек. Это там замечательный театр, театр, который он недавно совершенно построил. Наконец-то я очень за него рад. Очень хвастался, потому что ему нравился Театр Нации, а тут я ходил и просто восхищался вкусу, новым технологиям, конечно, очень здорово. Может, мы еще что-нибудь построим. Я очень, надеюсь. И там мы ошалели, мы были потрясены, потому что за это время, ну, мы, у каждого была своя работа, мы снова не вспоминали, не вспоминали Мастера Маргарита, у всех спектаклей, съемки. А Робер оказался, и его команда, техническая, гениальная, готовая на 100%. Уже на сцене стояли декорации. Ему нужно было только выбрать до конца конфигурацию этих декораций. Как лучше, потому что сцен очень много, и они должны незаметно одна переходить в другую. А какие там визуальные эффекты? Ну, просто невероятно. Лично я оказался не очень готов, я не знал текста, как и некоторые мои коллеги. Вот, поэтому мы должны были продолжить вот сейчас, в июне, там же у него, в Квебеке, а потом, в ноябре, выпустить в Москве. Но вмешались обстоятельства, всем известные, поэтому мы переносим эту работу на следующий сезон, на следующий год. Сейчас все говорят, что пандемия коронавируса закончится, и мы начнемся совсем в другом мире. Коснется ли это и театрального искусства тоже? Да, наверное, я на это надеюсь, что мир поменяется, и мы сделаем какие-то выводы, наконец-то. Да, это, конечно, очень интересно, что все показывали друг другу новые ракеты, новые самолеты. Оказалось вот такая, ее невозможно разглядеть, фигня, от которой сейчас все прячутся по домам. Да, и это, конечно, безусловно, очень интересный материал, материал для творческих людей, осознать это и для кинематографа, и для театра. Но новые вот эти формы, которыми сейчас все пользуются, в онлайн-режиме, они, безусловно, не заменят театр, я им это уверен. И это, ну, история свидетельства, да, сколько было разных испанок, чума и так далее, и так далее. И театр невозможно заменить. Поэтому, мне кажется, если нет сейчас качественных возможностей показать спектакли, качественно их снять, лучше этого не делать. Лучше подготовиться сейчас в таком режиме и порепетировать, а дальше выпустить и опять общаться со зрителем напрямую, когда они вот так рядом сидят, и энергия действует и на артистов, и на зрителей. Это ничто не может заменить, и это никогда, никогда ничем не заменишь. Это останется навсегда, уверен. Так, как проводите время на самоизоляции? Сдавали ли анализ на коронавирус для самоуспокоения? Вы же с огромным количеством людей общаетесь. Да, и я сдавал не один раз, а два раза. И он у меня отрицательный. Я это сделал специально для того, чтобы быть спокойным. Действительно, я общаюсь с моими близкими людьми. Я сейчас нахожусь на самоизоляции. Общаюсь со своими коллегами только в Zoom, по скайпу, разными с кожанами. Но я вам могу сказать, я уже это говорил, что у меня прибавилась работа. Просто в разы я и так не страдал от безделья. Тем не менее, сейчас мы репетируем. Театр нации продолжает репетировать, насколько это возможно, в спецсвые проекты. Ничего не остановилось. В том числе спектакль, который я репетирую сейчас каждый день. Спектакль. Горбачев, режиссер Алвиса Хермиса, еще Панхаматовый, Рома Должанский там сидит, Янид Тинсунник, помощники, мы все сидим, разбираем текст. Конечно, это до поры до времени, когда мы уже разберемся. Нам нужно будет вставать на ноги. Либо мы будем ждать, либо придумаем тоже какое-то, что-то придумаем. Кроме того, Театр нации живет очень обширной жизнью. Вы знаете, мы сейчас отвечаем на вопросы наши артисты. Дальше у нас следует наш театральный сериал. Мы решили вспомнить, поанализировать всю историю нового Театра нации, которому будет в следующем году 15 лет. Театральный сериал будет разным иметь темы. Начинаем мы со стройки. Там очень много воспоминаний, в том числе моих личных. Кроме того, покажем несколько наших спектаклей на платформе ОКО Сбербанка. Мы работаем? Работаем. Да, слава Богу, все хорошо. Спасибо. Как возникла идея поставить спектакль Горбачев? И как вы будете бороться со стереотипами о Михаиле Сергеевиче? Сколько смеялись над его говором, ругали его за развал СССР, ненавидели за сухой закон? Что героического вы нашли в этом персонаже? Идея принадлежит Алвису Хермане, режиссеру, с которым мы поставили спектакль рассказа Сушина. Долго мы, 12 лет думали, что делать дальше. И вот он произнес имя Горбачев. Я, честно говоря, сразу зажегся, как и Чулпан Хаматова, потому что этот спектакль не столько о Горбачеве, сколько о паре. Паре. О Михаиле Сергеевиче и Раисе Максимовне, которые, как тандем которых, их отношения. Мы сейчас их прослеживаем, так сказать, в репетициях. Откуда они родом? Как они познакомились? Потому что этот союз изменил не только страну, он изменил мир. И как раз период его царствования, так скажем, правления, 6 лет, мы не берем в расчет. Этого нет в нашей пьесе. Потому что у каждого есть свои оценки этого периода, и каждый вправе оценивать, как он может. Если говорить про меня лично, то сейчас я просто обложен книгами, воспоминаниями, мемуаров абсолютно разного характера, некоторые критическими, некоторые, так сказать, наоборот, и воспоминания самого Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны. Для меня открывается этот человек со стороны, которую я уже чувствовал как артист, ну и как просто как человек. Это какая-то безупречная порядочность. Порядочность внутренняя. Это интеллигентность. Вот сейчас я изучаю его родословную, и вот эта природная интеллигентность, казалось бы, в Ставропольские краи, село Привольное, отец, его комбайнер, который прошел войну, обладал этой интеллигентностью. Природная какая-то интеллигентность. Это означает только одно для меня. Внимание к чужому человеку. Уважение чужого человека. Какая-то нравственность их объединяла, вот общая, и Раису Максимовну, и Михаила Сергеевича. И эти качества, может, это и не странно, так должно было быть, они, безусловно, очень плохи для политика, мне как кажется, мне так кажется. Там должна быть, иногда, видимо, так в истории, по крайней мере, всегда случается возможной перейти грань. Перейти грань ради чего-то, да, цель оправдывать средства. Норбачев никогда ее не переходил. И руки его, как он потом сказал, кому-то я сейчас не помню, они не в крови. Нет. Вот все-таки многие его обвиняют в том, что он очень был медлительный и нерешительный. А может быть, благодаря этому мы все-таки и не ушли в гражданскую войну. Понимаете? Время было тяжелое. Система оказалась вечная. Разрушалась еще до Горбачева. Сейчас его винят. Но еще раз хочу сказать, винят по одной простой причине. Никого не хочу обвинить. но от незнания, от темности. И у нас нет задачи рассказать, потому что мы сейчас этим, знаете, как научные деятели разбираемся. Просто разбираемся объективно, да, чтобы понять характер, характер этого человека. Важно через характер его и Раисы показать и время, и показать через их отношения, что потом случилось. Почему именно этот человек вот Богом, судьбой был поставлен. И который смог сделать невозможное. Страна с тоталитарным режимом стала говорить свободно, стала высказывать свое мнение. И каждый мог, и рабочий, и профессор, высказать свое мнение. Причем Горбачев его должен был выслушать. Сейчас это представить сложно, между прочим. Чтобы так тебе в глаза говорили критику. А он все это выслушал. Он говорил, что это достояние, достояние. Они стояли на мавзолее с внучкой своей. Приветствовали людей. И там шли люди с плакатами, где писали оскорбительные лозунги в адрес Горбачеву. Он стоял в своей шляпе. Не выдержал, развернулся и ушел. А внучка заплакала и сказала, дедушка, ну за что, за что, за что? Наверное, было и за что было. Потому что не мог он объяснить до конца, что он хотел, и не получалось много. Тем не менее, поменялся воздух. Понимаете? Воздух. И в стране, и в мире к нам стали относиться по-другому. Сложная задача, но очень интересная. Ну вот добьем тему Горбачева. Вы недавно с Чулпан Хаматовой читали отрывки пьесы в прямом эфире, в инстаграме. Мы читали отрывки как раз из пьесы Горбачева. Какие остались впечатления? У нас остались хорошие с Чулпаной. Я очень по ней соскучился. А недавно, кстати, во время репетиции, мы каждый день репетируем, позвонил Михаил Сергеевич. Он позвонил Чулпан. И поставили на громкую связь. Остались у меня... Я человек новый. Вот в инстаграме, во всех этих вещах. И я прочитал комментарии. Это как-то очень неприятно. Неприятно, что люди, не зная до конца материала... Это опять-таки, знаете, как... У нас нет в крови уважения. Другой точки зрения. Просто сразу, лугательство, сразу нужно облить грязью. А я предлагаю... Мы предлагаем, любой спектакль, это предложение к разговору. Да? Поразмышлять. А может быть, даже поспорить. Не знаю. А может быть, и сойтись в чем-то, в каких-то точках зрения. Тем не менее, такое вот сразу облить меня как-то очень расстроило. Потому что... А мне казалось, что мои подписчики умнее. Ну, ничего. Вместе учимся. Сейчас многие театры показывают свои спектакли онлайн. Не вернется ли таким образом советская мода на телеспектакли? Не хотели бы вы, как продюсер, заняться этим делом? Знаете, снять спектакль, чтобы потом его показать зрителям, тем более, учитывая, ну, такой контент вокруг, да, такое количество сериалов, потрясающего, в том числе отечественных, потрясающего качества, что снять плохо, заранее проиграть. Снять хорошо, это требуются серьезные затраты. Требуется пять, может быть, даже больше камер. И не один день съемки. И сейчас такое позволить, вот, по крайней мере, сейчас, может только «Золотая маска». Снимай очень качественно лучшие спектакли нашей страны. Поэтому это трудоемкий и очень дорогой процесс. Вот, я не думаю, что это возможно так прям поставить на рельсы. Тем не менее, мы продолжаем театр нации, имея в своей библиотеке такие, ну, интересные очень спектакли, с выдающимися режиссерами. Конечно, мы хотим это зафиксировать, чтобы потом оставить и показывать не обязательно только в случае коронавируса. Продолжаем. Сразу два вопроса объединю в один. Вы внесли большой вклад в то, что Кирилл Серебренников оказался на свободе и мог спокойно работать. Планируете ли с ним сотрудничать? И вернетесь ли к действия спектакля «Путь с Прочайковского»? Ну, не я один, так сказать, переживали за Кирилла, и каждый делал все, что мог, понимаете. Я делал то, что я мог. Надеюсь, что все это скоро закончится, как страшный сон. Надо сказать, что что идею Чайковского мы начали с ним обсуждать как раз, когда Кирилл выходился под домашним арестом. Он попросил меня принести ему книги, в частности, Познанского, двухтомника о Чайковском. Если кто не читал, прочитайте, это просто фантастика, замечательно. Столько фактов, столько интересных, таким отношением, с одной стороны объективным, с другой стороны, неважно. И мы стали думать, что это может быть. А Кирилл, поскольку у него было много времени, он написал, он был так захвачен темой Чайковского, что он написал не только пьесу Чайковский, но написал даже телевизионный сериал. И мы с ним и это обсуждали. Не так давно он пришел в театр на последний «Гамлет», который я сыграл. И после этого мы с ним переговорили о Чайковском. Он остается в планах у нас. Когда это будет, вопрос пока не решенный. Но я надеюсь. Да. Вы часто вступаете за людей, за творческие коллективы, помогаете людям деньгами и связями, что заставляет вас делать это. Всегда же есть риск самому получить. Невозможность не делать этого. Знаете, тут не думаешь, получишь ты или не получишь. Учитель мой, Табаков, по-моему, сказал, Олег Павлович, что по жизни ты работаешь на имя, а по жизни уже имя работает на тебя. Имея такую возможность, особенно, когда касается помощи моим коллегам, в провинции, да, то тут, тут, конечно, понимая, насколько им тяжелее живется, и что, а там, безусловно, работают, знаете, как, ну, просто фанатики своего дела, не за деньги, конечно же, и не за слабо, в том числе, за творчество. тут театр нации вообще уже много лет занимается такой системной помощью театра малых городов, не помощью, простите, они не требуются, они не нуждаются в помощи, они нуждаются в поддержке, на всех уровнях, не только творческой, в том числе административной, а сколько в наших силах мы пытаемся помогать и по первому, и по второму вопросу, и результаты блестящие просто. Там сейчас премьеры, спектакли и театры, которыми уже гордятся их города, и спектакли эти приезжают на фестиваль «Золотая маска», становятся и номинантами, и лауреатами. Просто гордость распирает душу. Я очень рад, что мы этим занимаемся, и скоро у нас состоится фестиваль в набережных Челнах, фестиваль театров малых городов России. Но что скоро? Майя должен был быть, но переносится на август. Так что до скорой встречи. Евгений Витальевич, у вас огромный опыт ремонта. Да. Театр был на реконструкции с 2008 по 2011 год. Меня тоже в ближайшее время ждет ремонт. Какие рекомендации вы можете дать, как пережить этот период и остаться довольным результатом? Есть ли шанс при этом сохранить свое здоровье? Нет. Нет. Здоровье забудьте. Тут не сбережешься никак. Ты 24 часа думаешь про результат и самое главное у меня, самое главное пожелание вам не идти на компромиссы. это очень сложно. Я имею ввиду, что сделать до конца вентиль. Делать так, как вы задумали. Понимаете? Пройдет время, и вы забудете все сложности и проблемы, а результат останется. Это очень важно. И это мы преследовали при реконструкции театра наций, который внутри был полный. 20 лет там пошел ремонт. И кроме стен внутри ничего не было. И необходимо было не просто сделать реставрацию, а приспособить это историческое здание, которому будет скоро 135 лет, к 21 веку. и сделать его из музея живым. Понимаете? Огромное количество согласований, дурацких совершенно каких-то препонов, законов, потому что это памятник архитектуры. Тем не менее, мы, я не знаю, как мы выжили, но мы, в принципе, добились результата, который нас устроил. Кто придумывал интерьер театра наций, в частности, кто выбрал такие шикарные серые двери из натурального шпона. У этого человека восхитительный вкус. Да, и я знаю этого человека. Это Александр Давидович Боровский. Потрясающий художник, мой товарищ, которого я призвал на эти руины и сказал, Саша, как ты видишь это? Он оттолкнулся от цвета этого здания, от таракотового. И в сочетании с серым потрясающий эффект. Но я ему очень благодарен, потому что дело даже не только в цвете, хотя и в этом тоже. Дело во всем. Он отвечал за каждый шуруп, за каждую ручку дверную. И когда она была не та, а покупали подешевле, или пластмассовые какие-то не те окна, это у него была истерика просто. Поэтому мы решили, что все должно быть. Может быть, что-то у нас не получилось, тем не менее, и закулисная часть, административная часть в том числе, малая сцена. Мы все продумали до мельчайших подробностей. И когда меня, с одной стороны, строители, или даже наши коллеги, которые отвечали за стройку, говорили, что Евгений Татьевич, невозможно. Я шел к нему, говорил, это невозможно. И видел, что сейчас он умрет. Я говорил, понял, Саша. Выходил и говорил, возможно, давайте делать. И у нас получилось. Я считаю, получилось. Потому что это одно из самых красивых зданий теперь не только снаружи, но и внутри. Так, ну сколько же времени, ребята? Вопросы не кончаются. Честно говоря, я не знаю, что делать. Вопросов еще много, но я попытаюсь тогда, может быть, в какой-то другой форме на них ответить. Мы придумаем как-то это. Ваш учитель, Олег Табаков, всегда старался делать коммерчески успешный театр. Насколько для вас важна эта составляющая? И как соблюсти паритет? Быть коммерчески успешным, но не стать театром для богатеньких? Да, Олег Павлович, Олег Павлович действительно был заточен на успех. Вообще, слово успех для него было первостепенно. Он не признавал неуспешных проектов. Очень расстраивался. В этом мы с ним расходимся. Я считаю, что если в театре не заложен процент неуспеха, то есть процент надо стремиться к успеху, это ясно, но проб и ошибок, то этому театру нет движения вперед, нет жизни настоящей. В нашей жизни тоже каждый день не похож на другой. Бывают более удачные, менее удачные дни. Театр – это тоже живой организм. Поэтому это очень важно, чтобы мы имели возможность рисковать. Для этого мы открыли новое пространство в Театре нации на Страстном бульваре как раз для вот таких проб и ошибок. Там тоже разные программы. И малая сцена в принципе это тоже материал непростой, сложный. И режиссура непроста, и художники непростые, сложные. Значит, это поиск, это поиск нового языка, новых смыслов. Эти спектакли, которые идут на баллы в сцене, они не могут идти на большой сцене. Это совершенно понятно. Там 540 человек, хотя и там мы тоже рискуем. Недавняя постановка Андрея Могучего «Последний ангел» это непростое зрелище. Это сложно сочиненный рассказ, злящийся четыре часа. И мы прекрасно понимали, что зрители могут уходить. Тем не менее, мы на это пошли. И не знаю, пока, но до этих всех событий, почти никто не уходил. Настолько это впечатляет, настолько это честный, открытый и очень талантливый рассказ. Понимаете? Рисковать надо, безусловно, но и про деньги думать надо. Потому что мы, у нас нет труппы, у нас артисты на договоре. То, что мы заработали, то получают потом артисты в своих гонорарах. Не только артисты. На эти деньги, которые мы заработали на основной сцене, мы потом производим и новые спектакли, и можем часть денег отправить в новое пространство, где, как я уже сказал, это лаборатория молодых режиссеров и сценографов. Все взаимосвязано, безусловно. Конечно же, когда мы берем новый, думаем о новом спектакле, я встречаюсь с режиссерами, в том числе, не только с молодыми, а с именитыми, мы выбираем материал, и, конечно, тут подсказывает уже какая-то интуиция, и, может быть, если сложный материал, я думаю, каких артистов взять сюда для того, чтобы привлечь публику, хотя бы изначально из-за имени артиста, а потом они забудут про то, что это, понимаете, Ингеборги Дабкунает или Ксения Ромапорта или другие наши замечательные звезды, они забывают, потому что они там разговор-то, понимаете, уже серьезный идет. Кстати, спектакль «Иранская конференция», который мы и много известных артистов собирались снять и показать вам в онлайн-режиме, будет снять, скорее всего, в мае. Я очень на это надеюсь, как мы все, и тогда мы сможем вам его показать. Когда закончится режим самоизоляции, вы сможете вернуться в театр, что первым делом сделаете? Обниму людей. Я соскучился по людям, по нашим, по всеми соскучился. Наверное, надеюсь, это уже будет можно, обнять без всяких этих масок. А дальше все. Мы сейчас делали заготовки, которые дальше пускаем в жизнь. На сцену выходят «Страсти по Фоме» режиссера Евгения Марчелли, которые уже сейчас в процессе практически были прогонов, но роды были остановлены, и дальше мы в прогоны в премьеру, Дальше Сердюк выпускает спектакль к 9 мая «Моими глазами» по воспоминаниям военных очевидцев войны. Дальше Кулябин Тимофей уже практически спектакль собран. Спектакль «Разбитый кувшин клейста» Сенгеборги Депкунрайта. Он уже в такой почти в готовой форме. Олег Долин будет оканчивать репетиции «Лекаря по неволе» с молодыми артистами. Планов миллион. И мы будем репетировать, продолжать Горбачева. Вот что я сделаю в первую очередь. Вот. Дорогие друзья, я благодарю вас за ваши вопросы. Мне, честно говоря, очень важно, что вы думаете не про меня лично даже, а про наш театр, про наши спектакли, куда мы идем, как мы развиваемся. Я очень рад этой возможности. У меня ее не было вот до этого случая. Я так рад, что вот эта возможность, там спрашивали, как я с техникой общаюсь. Вот теперь я общаюсь, и я нашел, наконец, большие-большие плюсы. Мне важен такой прямой контакт от вас. Поэтому я считаю, что это только начало. Я прошу от вас активности. Мне бы очень хотелось узнать вот ваше мнение поближе и поближе с вами познакомиться. И до скорой, до скорой встречи. Я в это верю. А Театр Нации продолжает. Уже месяц Театр Нации. И вас ждет впереди очень много интересного. До скорой встречи. Пока.